Привет! Так, сейчас мы кушать будем, да? Что у нас на завтрак? На завтрак у нас сегодня овсянка. Кстати, у нас такая крутая ложка есть, сейчас я вам похвастаюсь. На ней написано Дарья. Да? И это Дашенькина ложечка. Держи, датёр. Она уже пытается кушать сама. Сама она пока что не кушает. Вот. Ну, если кушает, то это выглядит вот вообще всё. Всё у нас в этой каше, всё вокруг или в супе. Хоть и свинявчик у нас одет, ну. Сегодня овсянка понравилась, потому что обычно мы даже первые три ложки не съедаем. У меня на сегодняшний день большие планы. Сегодня я обещала приехать моя мама к нам в гости, точнее в няньке. Я отдам Дашу моей маме. И буду сама себе предоставлена хотя бы какое-то время. Я планирую сходить в парикмахерскую, потому что мой пучок уже достаточно большой стал. Ну, естественно, по дому заняться делами, чтобы мне никто не мешал спокойненько. И думаю, ещё займусь творчеством, так как у меня будет свободное время. Покажу в конце, что я интересного там придумала сделать. Держи. Сегодня вот прям как на камеру, ребёнок ест вот прям образцовый для меня завтрак. А вообще у нас тяжело получается накормить, она малогешка у меня. Если мы съедим 10 ложек каши, то это, о, слава богу. Я просто безмерно рада и счастлива. Да, и так же с супом, и с мясом у нас, ну, короче, всё. Мы любим только ягоды, фрукты. И то у меня ребёнок, причём-то, очень медленно жуёт. И с кружки совсем тяжело ей ещё покопить. Вот нам сейчас год и 9 месяцев. Вот такую кружечку с ольвёнком. Здесь она как типа поинчик сделана, но из неё мы пока пить не можем. Вот, открывается и за две ручки ребёнок берёт и может пить. Но она, к сожалению, пока не пьёт. Ну, типа, да, не пьёт пока, не пьёт. Не знаю, понятное дело, что в год и 10 уже должна она пить из кружки, но видно, что это в голове, потому что она пока давится. Я ей каждый месяц предлагаю, объясняю, что надо по чуть-чуть присасывать из неё, пить. Но она не может, она прям сразу большой глоток делает и давится. Ну, я думаю, по всему, своё время. Мы поставили ёлочку, вторую, маленькую, ещё одну искусственную. Так, такая маленькая ёлочка, она у нас настолько хорошая. Я объяснила ей, что её нельзя трогать, на неё можно только смотреть. И оказалось, что у меня ребёнку понятливый, вполне возможно с ней договориться. Так что у нас был вчера в комнате такой романтик, потому что огоньки сверкают. Так здорово. Вот что у меня получилось теперь. После парикмахерской я зашла в свой швейный магазин. Я купила вот такой замечательный флис. Ещё к нему вот такие розовые пайетки. Для чего я задумала одну интересную штуку. Я хочу сделать альбом нашему первого года жизни. Вот он он. Кстати, мне показалось, что альбом с фотками это просто скучно. Поэтому я решила сделать его со всякими там этими штуками. Вот какой он у меня стал после того, как я в него всякие такие разные штукенции наклеила. То есть мне осталось приклеить просто на обложку флис, чтобы он был красивый, розовый, такой весь пушистый, как моя доча. И в другом видео я, конечно же, вам его покажу. Пока что на этом. Всё. Пока.